народ всем привет очень часто мне пишут в личку с одним и тем же вопросом вот я накопил 400 500 600 тысяч рублей и хочу купить себе кроссовер или внедорожник почему-то вот странный момент такой вот удивительный но в нашей стране люди которые поднимаются чуть выше бюджета в 300 тысяч рублей уже не хотят себе седан прямо в подавляющем большинстве вообще у нас кроссоверы и внедорожники пользуются дичайшим спросом именно кстати на этом многие производители нехило зарабатывают и вот человек только накопил такую сумму сразу все хватит я не хочу больше на седане пузатерка ля-ля-ля дайте мне полный привод покруче они заходят на сайты объявлений удивительно они находят такие автомобили они находят ряд автомобилей которые продаются за эти деньги и даже года свежие и бренды именитые удивительно почему же они так дешево стоят сразу после этого что им приходит в голову а дай-ка я напишу и спрошу что же в этой машине не так и пишут они мне и спрашивают одно и то же расскажи пожалуйста что что не так с автомобилями вообще в этом бюджете если вы зайдете и посмотрите продается три автомобиля это субару трибека mazda cx-7 и nissan murano они примерно даже схожи по компоновке и внешнему виду габаритам и прочее и вот сегодня мы разберем один из них один из этих автомобилей детально что с ним не так почему он так дешево стоит и стоит ли его вообще покупать будет круто поехали обычно у нас на обзоре участвует один автомобиль в одной конкретной комплектации скажем так с определенным мотором и коробкой и на его примере я рассказываю про весь автомобиль про бренд про то куда смотреть в том или ином случае сегодня же мы решили найти все возможные модификации вариации автомобиля именно mazda cx-7 и вы видите их перед собой да да не удивляйтесь их всего две это 2 и 3 turbo на автомате полный привод и этот 2 и 5 атмосферник на переднем приводе ладно на самом деле не всего две комплектации как я сказал бывают те или иные модификации например для американского рынка бывает 2 и 3 turbo на переднем приводе прочее прочее но в основном всего два мотора стоялось на эту машину был еще дизель который россии не поставляется поэтому про него мы не разговариваем в основном именно эту и эту модификацию вы можете приобрести и почему же одну из них можно брать смело и не думая а вторую можно брать только с оговорками сегодня мы об этом и поговорим я думаю вынести кучу информации полезной и наконец может быть откажетесь от покупки такого автомобиля ну или будете уверены что без него вам никак не обойтись это обе рестайлинговые модификации то есть это это рестайл это это одиннадцатого года самое интересное но если вы захотите например купить себе такую причем кстати сразу видно разницу во внешнем виде здесь у нас хромированные окантовки радиаторные решетки есть здесь у нас нет то есть эта модификация бюджетной комплектации так скажем а это топовая комплектация и вот в чем в них разница причем самое интересное что бюджетная модификация при прочих равных при одном и том же годе при отсутствии полного привода стоит дороже чем это как так получается здесь нам и кожаный салон и бесключевой доступ и вот хром везде и все такое и она стоит дешевле чем это блин а как так почему я не знаю так все просто дело в том что в автомобиле кузов и комплектация это не единственное за что вы платите однако когда мы говорим про бюджет 400 500 тысяч рублей то там естественно будет дорестайлинг вообще как ни странно на mazda cx7 цены начинаются с 360 тысяч рублей за 360 вы получите полный 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 комплект всех возможных геморроев и болячек о которых мы сейчас будем разговаривать итак здесь установлен тот самый легендарный известный мотор nzr 2 и 3 dc turbo так называемый вообще есть расшифровки у этих букв и они очень интересны то есть nzr это mazda responsive то есть mazda отзывчивый так расшифровывается эта аббревиатура отзывчивый вполне возможно кстати едет она действительно неплохо с этим мотором 2 и 3 объем 10 turbo 10 direct injection spark ignition то есть непосредственный впрыск искровое зажигание можно сказать таким образом расшифровываться они могли с таким же успехом назвать модель не mazda cx7 а mazda не знаю зеркало крыло или mazda колесо руль какая рейт как называется ваш мотор этот мотор называется l3 k9 модификация примерно такой же стоял на mazda тройки мпс шестерки мпс легендарно известны своей ненадежностью с той стороны mazda mazda мы хотим сделать динамичный кроссовер с низким коэффициентом лобового сопротивления у действительно такого кроссовера очень низкий для спортивного стиля езды и более того дизайнер который разрабатывал признался что ему дизайн этого автомобиля пришел в голову в фитнесе умеете могете если вы купите такую машину ваши друзья не будут удивлены они скажут вау какая бы классная большая черная иномарка четко так и есть выглядит она довольно цивильно вот я по-другому не скажу цивильно не нет таких ярких негативных моментов ну кроме задней оптики задней оптики мне реально не нравится а контрольный пакет акции компании mazda принадлежит форду принадлежал примерно семьдесят девятом году ford выкупил 24 по моему процента акций mazda и после этого увеличил этот объем до 33 процентов и так или иначе все mazda которые мы знаем начиная с 626 323 прочее 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 кседосов все так или иначе были сделаны вместе с фордом но тогда у нас да еще была возможность делать что-то самим а вот в начале двухтысячных когда вышла mazda тройка когда произошел так сказать ребрендинг mazda тройка шестерка вышли модели вот именно тогда ford начал накладывать свои копыта блин по-другому не скажешь на этот японский бренд mazda сделала вот этот автомобиль то есть она создала ford сказал мы сделаем поставим туда свой мотор вот the fuck is this вообще ходят легенды что этот мотор был разработан компанией mazda потом был отобран ford дом и под своим уже началом обратно был возвращен mazda на самом деле я скажу так по мне так мне кажется что они разрабатывали вместе потому что я скажу два момента которые не свойственные один из них ford у а второй не свойственной mazda этот мотор одноразовый по-другому не скажешь здесь сразу чувствую налет фарда хоть и научились его и гилизовать есть на него ремонтные размеры но сам по себе самому себе его структуры и компоновка этого мотора показывает на то что здесь идет максимально крупно узловая замена в то же время если мы возьмем ситуацию с дорестайлингом и рестайлингом многие проблемы устранялись а это значит что все таки ford не любит устранять свои проблемы из года в год может делать один тот же мотор с одними и теми же проблемами а вот mazda нет и кошки любят дорабатывать свои моторы именно здесь мотор дорабатывался именно вот здесь он стоит доработанный что же сыпется на этом моторе так как это турбовый мотор в первую очередь страдает турбины я знаю об этом наверное сотни тысяч раз уже везде говорилось и страдает она по двум причинам первая причина потому что у нее очень хреновый канал подачи масла трубка подачи масла идет очень теплонагруженной зоне привет пассат b5 там примерно также со временем она закоксовывается турбины испытывает масло наголодание привет до свидания турбина турбина не выхаживает 50 70 тысяч километров 50 70 блин это же очень мало это нереально мало естественно турбины как только испытывает масляное голодание появляются задиры на валу начинает перегреваться обязательно вал иногда отрывает крыльчатку а иногда просто начинает гнать масло и во впуск и выпуск в общем во все щели тачка очень сильно страдает следующий момент который у вас приезжает этот цепь на самом деле цепь на современных автомобилях это вообще не проблема однако если взять по отношению к японцам то у них с этим проблем таких нету если мы возьмем тойоту honda где там проблемы с цепями таких гигантских нет как здесь здесь же вот это опять мне кажется что это ford на первых модификациях этого мотора цепь также 50 70 начинал греметь помимо вот этих вот проблем лайтовых так скажем есть еще и другие гораздо более серьезные в первую очередь цилиндр прошивая группа а именно третий цилиндр мотор l3k9 страдает проблемой с третьим цилиндром да и вообще судя по данным которые имеются уже по работе этих моторов складывается впечатление что проблемы у них начинаются именно с масляной системы то есть масляная система не не очень хорошо в этом модоре продумано а именно со временем начинает падать давление редукционный клапан может подвиснуть либо забиваются какие-то каналы недостаточно давлением масла для работы двигателя из-за этого куча-куча-куча геморроя и это точно вообще блоки у них алюминиевые гильзы чугунные от как только у вас происходит как серьезная поломка в большинстве случаев требуется либо замена либо капремонт мотора капремонта значит перегильзовка полная а это довольно дорого вторая проблема это если у вас нет роботаймера естественно вы гоняете автонель тяжелый мотор работает всегда в средних и высоких мощностных режимах вы ее не остужаете просто глушите машину привет турбине как ни странно рулевая рейка на этих тачках довольно живучие что для mazda вообще удивительно но при этом остается проблема с насосом гур который никак не избежать здесь она присутствует то есть насос у вас довольно часто выходит в строй это тоже расходник следующий момент это коробка причем коробка проблемы с коробкой касается как этого автомобиля так и этого хотя при этом у них стоят разные коробки здесь у нас стоит 6 ступенчатый автомат айсин тф-80 sc здесь у нас стоит фнр 5 5 ступенчатый фордовский автомат то есть автоматы и здесь и здесь различаются здесь 6 ступеней здесь 5 ступеней и причем кто из них надежнее как вы думаете неправильно оба ненадежны но это не точно вот тот самый момент когда производитель обкакался mazda отличный бренд я очень вам не очень симпатична mazda ее идеология и то как они делают автомобили однако вот когда материнская компания именно ford накладывает свои копыта по другому не скажешь на такие бренды получается ерунда вот этот автомобиль тому яркое яркий пример значит айсиновский автомат также как фордовский страдают примерно одинаковыми проблемами на гидротрансформаторе стоит однодисковая муфта блокировки а значит со временем при проскальзывании она начинает стачиваться фрикционный слой вся эта пыль начинает попадать в систему забивать гидроблок забивать каналы и от этого коробка начинает работать нелогично плюс к тому же если вы гоняете еще и перегрев в сумме это дает то что эта коробка приезжает довольно быстро а именно 100 150 200 тысяч километров зависимости от того как вы будете ее эксплуатировать и она начинает иметь проблемы если же вы меняете масло раз 60 тысяч и при этом не дербаньте эту тачку то удивительно но обе эти коробки будут ходить долго я чувствую что это было так ford разработала мотор отдал его мазде мазда доработала получился вот этот сложно непонятно полноприводная версия страдает также еще рядом недостатков а именно текущими редукторами текущие редуктора это вообще гигантская проблема mazda cx-7 вы можете менять сальники но они все равно будут течь постоянно 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 заводской просчет да причем как на дорестайлинге так и на рестайлинге эта проблема присутствует но на рестайлинге в меньшей степени вот опять момент как мазда устраняет болячки вот turbo на рестайлинге ходит больше цепь ходит дольше также проблем проблема с охлаждением c3 цилиндра и задирами обрывом шатунов уже устранена здесь ее нету поэтому если вы хотите брать себе 2 и 3 turbo mazda берите эту но однако это до момента пока вы не узнаете главный недостаток этой тачки билен он просто адский это расход топлива кто бы вам что не говорил особенно если вам это будет говорить продавец никогда не верьте эти мазды жрут 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 и еще раз жрут свободно это мазда в 17 20 литров гавит в городе свободно с пробками 17 20 литров блин двухсотку можно кормить сотку 47 можно кормить у этой расход примерно 13 15 литров городе в это расход примерно 17 20 литров городе если зима то это мазда может жрать 25 блин я не преувеличиваю ребят я не преувеличиваю нужно с этими мазами сталкивался и не раз вешаются люди также так как это полный привод у нас есть раздатка есть муфта как ни странно муфта на этих автомобилях довольно надежный узел а вот раздатка нет точно также при отсутствии обслуживания начинают плеваться стружкой и приходит в негодность блин вы сейчас спросите почему я так много говорю про этот автомобиль и так мало говорю про это да потому что все основные болячки сосредоточены вот в этом автомобиле самое интересное что цены на эти автомобили очень разнятся если вы откроете сайт сайта объявления окажется что самый дешевый стоит примерно 360 400 тысяч рублей и самая дорогая эта версия 2 и 2 с половиной литра на автомате на переднем приводе и она стоит примерно 700 750 если бы например у меня стоял выбор брать два с половиной литра автомат или 2 и 3 я бы наверное взял два с половиной почему да она едет хуже да она едет медленнее это мазда будет стоять в сервисе гораздо меньше она стояла меньше и будет стоять меньше чем это однако это такая же большая черная иномарка но скорее всего это какой-то заговор в общем примерно становится понятно что эту мазду брать не стоит а эту стоит сейчас я думаю надо прокатиться для того чтобы рассказать про нее внутри как она себя чувствует ощущается и как она себя ведет и здесь стоит выбор как на какой же мазде поехать по моему ответ очевиден но это не точно каждый человек который когда-либо садится в мазду cx7 сразу ощущает определенную нелогичность то что не ждешь в этом автомобиле вот этот факт это я сразу ощутил в салоне садишься и эта тачка блин выглядит как минивэнд вот очень схожа в не сидишь как форде galaxy капот очень наклонен поэтому мы его не видим торпеда очень длинная лобарь сильно с большим очень углом и боковые вот эти треугольники и все это создать впечатление что в минивэне вот абсолютно никакого ощущения кроссоверности здесь нету мазда изначально бренд который всегда старался делать автомобили high performance то есть направленные на динамику массовые автомобили с хорошей управляемостью и довольно хорошей производительностью поэтому они всегда заморачивались раньше вот кседацы там даже мотор применяли цикл миллера для того чтобы повысить кпд мотора что только не делали как только появился кроссовер mazda cx7 естественно люди сразу начали бросаться валом на эту тачку и закупать ее пачками просто потому что mazda не подводила ранее действительно делали хорошие автомобили и тут же выпустил кроссовер ну это же что может быть лучше может быть лучше только toyota кроссовер наверное это именно в умах людей которые покупали и как пачки начали просто сыпаться люди начали офигевать это как так это mazda вообще или нет почему она ломается не должна подвеска передняя макферсон от минивэна задняя от mazda тройки доработаны что можно получить от автомобиля такого размера и массы с подвеской от минивэна и от легковушки кажется в принципе ничего хорошего ожидать нельзя однако как ни странно это mazda довольно неплохо рулится но сейчас мы стоим в пробке особо этого даже показать не могу но факт остается фактом рулится она гораздо лучше чем предполагалось база широкая и короткая поэтому устойчивость автомобиль в поворотах довольно высокая вот это действительно жирный плюс по сравнению например с теми же селедками rav4 который довольно тощий и длинный японцы любят делать такой не очень пластик но самое интересное что здесь пластик гремит меньше даже чем какой-нибудь bmw f10 в есть сверчки сейчас мы едем на версии 2 и 3 turbo и здесь нет такого недостатка мощности что очень ярко как раз присутствует в мазде с 2 и 5 мотором там там как раз чувствуется что она ватная здесь есть камера заднего вида и она соединяется с вон тем маленьким маленьким экранчиком который находится впереди в торпеде так вот беда вся в том что его он настолько маленький этот экран что в него нифига ничего не видно вот серьезно включаешь задний ход и там там как там увидеть что это надо надо здесь снайперскую винтовку какую-то надо в телескоп смотреть чтобы этот экран что-то увидеть сделано дизайнерски классного действительно классным если как дизайнерский ход но не практично совсем на мой взгляд боба зэ вот как-то апопсилась что ли вот если мы возьмем какой-нибудь банк оливсон харман кардон то они прям делают системы в автомобиле очень классные вот меридиан ягуаре делает вообще классно а базе вот для меня уже вообще не бренд как бы это странно не звучало в автомобиле если я вижу в автомобиле музыку базе я сразу все это наверно шляпа и я здесь думал также и я оказался прав потому что музыка так себе вообще приятным бонусом этой тачке еще является наличие аукса это действительно круто аукс есть и это приятно что в автомобиле предусмотрена такая мелочь потому что далеко не во всех она встречается и вот за это действительно плюс огромный бардачок вот этот бардачок это вообще отдельная тема который находится в подлокотнике у меня просто улыбка появляется на лице когда я вижу этот бардачок то что он очень классно он реально очень глубокий большой туда если что-то засунешь то блин руку можно засунуть по плечо ну по локоть точно очень глубокий подлокотник бардачок в подлокотнике это плюс причем даже вот такие мелочи приятные которые не ожидаешь от мазды но они есть там внутри стоит розетка 12 вольт туда можно наткнуть зарядное устройство и протянуть провод от этого зарядного устройства через специальный желобок вот это прям прикольно вот климат здесь однозонный не двух не трех не четырех а однозонный положите руку на сердце и скажите кто из вас вообще пользовался когда-нибудь двухзонным климатом именно как двухзонным вот я честное слово сколько у меня не было двухзонных климатов и они почти они довольно часто сейчас встречаются эти климаты то есть у меня на шкоде тоже на лимонке такой же двухзонный климат я всегда включаю синхронизацию для того чтобы зоны синхронизировались и по сути выставляю температуру одинаковую на обеих зонах все вот я не знаю как кто когда вообще пользовался двухзонным климатом как реально двухзонным то есть человек сидит рядом да на улице жара одному холодно другому жарко ну такое маловероятно будет прибавить чуть-чуть убавить чуть-чуть большинстве случаев в салоне это не ощущается поэтому двухзонный климат в большинстве случаев на современных автомобилях это такой полуфейк это скорее для самовлевотворения чтобы сказать у меня двухзонный климат она реально не неплохая все но вот не более я не ощущаю какой-то фердиперсовости какой-то прям вот крутости какой-то прям того за что можно зацепиться тут должен быть такой закадрив голос потому что это не баг комбинация приборов вот это реально топ вот как она сделана у маза на мой взгляд одна из лучших потому что красные шкалы при этом белые стрелочки из синяя синий ободок прям белый синий красный сборная россии по футболу блин очень круто очень круто мне всегда нравились они нравились у мазды как они хотят показать что автомобиль с намеком на спортивность они это делать как раз вот такими мелочами типа комбинации приборов типа какие-нибудь стремительных форм или еще чего то то есть они делают в мелочах и это чувствуется это приятно как только я слышу мазда honda toyota mitsubishi я сразу сразу как у меня в голове так отсутствует шумоизоляция что это нормально на таких автомобилях на японских довольно хреново шумоизоляция это в принципе в порядке вещей однако мазать вот и вот именно cx7 действительно удивляет тем что у нее довольно неплохая шумка неплохая по сравнению с другими японцами шумоизоляция моторного щита довольно хреново как только мотор раскручиваем там не знаю оборотов он до 4000 до трех с половиной он начинает перещать перещать прям а верещит он слишком громко и натужно и неприятно потому что все таки для такого большого автомобиля кажется что двигатель должен быть посерьезнее немножко вот неужели мазда не могла в корячь сюда какой-нибудь трехлитровый мотор старые пушные у них есть же мотор доработали бы до вкорячили сюда и я думаю гораздо больше бы было у этой мазды покупателей а вообще если взять немножко истории то большинство не большинство а все мазды которые мы так или иначе видим они сделаны под шефство форда он естественно так или иначе влиял на все разработки мазды самое интересное что ford примерно с 2008 по 2014 год уменьшил количество акций владения количеством акций мазды с примерно вот этих вот тридцать четырех процентов до двух пример процентов то есть вообще до мелочи в этом это большой плюс я считаю потому что сейчас именно сейчас но как раз вот мы видим sky active сказать это как следствие по моему расставание с фордом именно появление платформы sky active потому что расставание с фордом для мазды не проходит бесследно многие технологии которые они разработали совместно так или иначе ford оставляет себе за потому что у форда скажем так ford крупнее ford может диктовать свои условия и вот в этом минус для мазды поэтому им пришлось разработать новую платформу sky active для того чтобы не судиться с фордом за эти моторы вы как раз l3 l5 который стоит на обеих этих маздах вот и в этом как раз такая суть мазда не сдалась и мазда выпустил свою платформу sky active и вот на ней сейчас делает новые автомобили то есть для того чтобы ford никак не мог засудить и это круто это очень круто на самом деле потому что сейчас наконец-то я думаю мы увидим ту самую настоящую мазду японскую который нет налета американщины нет налета форда и вот тогда то и будет все круто и этот cx-7 забудется просто как страшный сон а вот начиная например с cx-5 и все современные мазды будут просто бомбическими скоро будет у нас обзор на cx-5 я там все это расскажу я реально прям крайне позитивно отношусь к этой тачке а вот cx-7 наоборот один из худших вариантов и я еще раз повторю что виноват скорее всего в этом ford итак вот такой вот получился неоднозначный итак вот такой вот получился неоднозначный обзор на неоднозначный автомобиль вообще что вам выбрать решать в любом случае вам самим либо вам выбрать никуда не едущий плюшевые комплектации минивэнчик либо выбрать турбо классную гончую тачку хорошей комплектации но при этом не вылезать из сервиса да это так его именно так будет приходить кстати еще один момент который я хотел затронуть это угоняемость так или иначе все автомобили с этим значком с этой галочкой чайки как ее называют то есть mazda так или иначе являются одними стопов по угонам mazda honda всегда гоняют и toyota тоже cx-7 не исключение хотя интерес угонщиков гораздо ниже к этому автомобилю потому что он на вторичном рынке стоит дешевле продать его дешевле да и не ликвидная тачка если вы угнали машину вам надо перебить и быстрее и скинуть поэтому угонщики не очень-то любят с ним связаться однако то в одно время они тоже попадали в топ поэтому если у вас mazda x7 защищайте ее а лучше вообще не покупайте или если покупаете покупайте вот эту версию на этом все всем пока